У президента Обамы с наступлением рождественских праздников появилось очень много проблем. Из-за чего переживает американский лидер, знай Дмитрий Еловский. Как угодить любимой? Как потратить деньги с умом? Как, по крайней мере, не испортить праздники? До Рождества меньше 10 дней. И это, конечно, волнует всех, несмотря на отсутствие снега, рождественской погоды и дождь. Но в том числе волнует это и Барака Обаму. В последнее время он стал довольно частым гостем разных ток-шоу. Недавно ходил к статирику Стивену Кальберу, а на этой неделе все обсуждают его разговор в радиопередаче «Лай с Трайаном Сикрестом». Президент посетовал, что волнуется насчет покупки одежды для первой леди. Мишель Обама, надо сказать, действительно отличный вкус. Многие модные журналы считают ее настоящей иконой стиля. Так что угодить ей обычно бывает довольно трудно. Вещи, которые дарит президент, как правило, немедленно перекочевывают в самые дальние углы гардеробы. И больше президент их на Мишель не видит. Ну, еще Обама в эфире этой радиопередачи спел известную рождественскую песню, которая называется «Все, что я хочу на Рождество, это ты». Ну, правда, в конце этой песни президент Обама все-таки добавил. Все, что я хочу на Рождество, это чтобы вы зарегистрировались на сайте healthcare.gov. Ну, это то, что Обама Кер называется. Попытался президент перенести рождественский дух чудес и на свое общение с военными. Им Обама рассказал о желании встречать каждого солдата, который возвращается с войны в Америку, на лимузине. Но при этом вспомнив, что когда-то короля рок-н-ролла Элвиса Прески после армии именно так и встречали. Как сделать из каждого вояки рок-звезду, президент не сказал. Но такая идея, конечно, военным-то понравилась. Ну, правда, как раньше заявил Обама, время масштабных военных кампаний уже давно прошло. Так что и лимузинов теперь, если что, понадобится гораздо меньше. Дмитрий Иловский, Юрий Романик. Подробности. Американское бюро телеканала Интер.